Море дыма из-под колес, запах сжженной резины, адреналина. На трассе Атрона в минувшие пятницу и субботу прошел четвертый этап российской дрифт-серии. Лучшие пилоты не только нашей необъятной страны, но и ближнего зарубежья собрались, чтобы выяснить, кто из них достоин звания победителя. Заявлено у нас было больше 40, около 45 участников. Но вчера прошли квалификационные заезды, отбор. Сегодня зрители увидят 32 самых лучших, самых быстрых, самых точных пилота. Так что шоу обещает быть очень жарким. Говоря максимально сухим языком, дрифт – это прохождение поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе. Одной из главных фишек соревнований по дрифту являются парные заезды, участие в которых принимают только лучшие дрифтеры, прошедшие квалификацию и набравшие больше всех очков в одиночных заездах. Битва сегодня будет самая-самая жестокая. Не расслабляешься, каждый заезд – это прямо на все деньги. Тем более мы вообще в команде, вот у нас двое пилотов, я и Алексей Бобровский, мы еще попали на дружку в самом-самом начале, в топ-32. У нас придется побороться. Но такого сейфрана мы не будем делать, будем ехать на все деньги. Трек от Рона собрал действительно звездный состав участников, профессионалов и настоящих фанатов своего дела, которые приехали в наш город вот уж действительно из разных и порой совсем не близких уголков земли. Двукратный чемпион Украины Алексей Головня, проделавший далекий путь из Киева, стал первым в квалификации, а после победителем четвертого этапа РДС. Перед субботними соревнованиями буквально рвался в бой, а большая конкуренция только мотивировала. Этот этап на данный момент самый сильный. Собрался больше всех топовых пилотов за вот всю, наверное, историю РДС. Поэтому конкуренция сумасшедшая и ехать непросто. А такая конкуренция, она как-то особенно мотивирует? Конечно, нужно ехать намного круче и расслабляться нельзя. Привлек немало внимания со стороны не только восторженной толпы поклонников, но и тех, кто ценит именно профессиональный автоспорт, пожалуй, самый медийный дрифтер России Аркадий Цереградцев, приехавший из Красноярска и ставший серебряным призером соревнований. Как настрой у вас сегодня на соревнованиях? Настрой хороший, еще бы не жарко так было, вообще было бы отлично. А вот конкуренция такая огромная? Хорошая конкуренция, но у меня сетка так получилась, что не сильно сложная, как мне кажется пока. А как? Ну, всякое может случиться, это дрифт, но я с кем поездил, думаю, на ружейникова бы не попасть пораньше, да, потому что он, я думаю, что самый сложный для меня и самый быстрый здесь, не попал, поэтому нормально себя ощущаю. Конечно, украшением этапа российской дрифт-серии вновь стала единственная девушка-участница, пилотесса Екатерина Седых из Владивостока. Восхищающая лучезарная улыбка и удивительным сочетанием внешней хрупкости и внутренней силы. Как сегодня настроено соревнование? Боевое, как обычно. Жара такая? Очень тяжело переносить на самом деле жара, как пилотам, так и автомобилям. Но то, что я попала в топ-32 со своим сокоманником Сергеем Кабаргиным, конечно, придает сил. В общем, целенаправленности, упорства и профессионализма нашим дрифтерам не занимать. Но оружием победы, как и в любом другом виде автоспорта, здесь, конечно, является автомобиль. Это мощные заднеприводные монстры. В своей ипостаси мало, читая никоим образом, подходящие для обычного потребителя. Зато взгляда от них оторвать практически невозможно. Невозможно было оторвать взгляд, а заодно приходилось периодически ловить уходящее в пятки сердце. И от своеобразной изюминки этапа – мотофристайл-шоу Алексея Колесникова и его команды «ФМХ-13». Высота прыжка получается около 13-14 метров. Мы практически не имеем права на ошибку. Очень большую роль играют факторы дождь, ветер и прочее. Поэтому сложная дисциплина. Сложная, опасная. Но как бы в этом весь смысл. Словом, было жарко и круто. И зашкаливали не только показатели термометров, но и положительные эмоции. Как зрителей, так и участников.